В эфире главное национальное шоу Украины «Все свои». Меня зовут Дмитрий Нагеев. Добрый вечер. Мы начинаем. В октябре 2010 года был арестован известный врач-трансплантолог Владислав Закордонец и его коллеги, врачи-анестезиологи. Их обвинили в том, что они незаконно совершали операции по пересадке почек людям, которые не были связаны родственными узами. В Украине это запрещено законом. В марте этого года появилась информация, что врачей даже обвиняют в причастности к похищению людей. Скандал вокруг известного института имени Шалимова разгорается с новой силой. И сотни пациентов в ожидании приговора суда теряют остатки здоровья и надежду. Правда ли, что в стенах уважаемого института обосновались черные трансплантологи? Почему одни называют их преступниками, а другие спасителями? Тема программы – черные трансплантологи. Добрый вечер. Я приглашаю сюда Валентину Закордонец. Ее мужа обвиняют в страшном преступлении. Здравствуйте. Адвокат Игорь Иванов. А как вы узнали, что мужа подозревают в преступлениях? Это супруг, да? Да, это мой муж Владислав Закордонов. Итак. Первый раз, когда к нам пришли с обыском, я об этом ничего не знала. Мне не зачитали статью. В общем, мне не прокомментировали никак, почему пришли обыскивать наш донор. А что искали? Искали, я не знаю, что, не сказали. Я так думаю, может быть, органы или доноров. Смешно, да, дома искали органы. Ну, судя по тому, как тщательно обыскивали холодильник, может быть, и органы. Когда вы последний раз видели своего мужа на свободе? Последний раз я видела своего мужа, когда он ушел на допрос 13 октября. И после этого я его больше не видела уже полгода. И в чем обвиняют? Ну, судя из статей в прессе, обвиняют его в торговле людьми. Хотя я не верю в это. Он вину признает, нет? Ну, как он может признавать вину, если... Ну, это... Этого не может быть. Господин адвокат, ваш клиент, я так понимаю, не согласен с обвинениями. Ничего того, что запрещено законодательством, он не делал, да? Да. Более того, я могу только оперировать теми данными, которые есть в прессе. Я не могу рассказывать о том, что мне известно, как у нас еще ведется досудебное следствие. Но достаточно плотный информационный материал в прессе мне позволяет сказать о какой-то предвзятости. Комментарии высших должностных лиц нашей страны говорят о том, что если даже проводя какие-то операции, которые могут быть расценены незаконно, мой клиент не знал об этом, все равно его нужно привлекать к уголовной ответственности. Все равно его нужно сажать, грубо говоря, в тюрьму. То есть, проверьте во всей Украине наличие действительно родственной связи донор-рецепиент. Если это не подтвердится, но если об этом ничего не будет подозревать оперирующий хирург, ему все равно место в тюрьме. Второе. Последний комментарий, который меня поразил, когда был задан вопрос заместителю министра внутренних дел Василию Фариннику, почему так называемые доноры, которые сознательно продали свой орган, не привлечены к уголовной ответственности, был получен ответ. Свой орган в Украине можно продавать. То есть, продавайте, пожалуйста, господа, свою почку, вам за это ничего не будет. Будет тем, кто купят и кто пропинировал. Вот и все. У нас есть видео, давайте посмотрим. В поле зрения наше попали 4 ведущих специалиста клиники имени Шалимова. Врачи достаточно серьезные, специалисты с именем, кстати говоря. И целая сеть вербовщиков, кто нами задержан на сегодняшний день и арестован уже. Организатор этого бизнеса преступного, гражданин Израиля. Я бы хотел прокомментировать, это пресс-конференция Юрия Кучера, начальника департамента по борьбе с преступностью и торговлю людьми, которая была 5 августа прошлого года. То есть, после окончания этой пресс-конференции и до 13 октября никаких вопросов к моему клиенту, да и к другим врачам, которые проходят по этому делу, не было. Эти люди были в статусе свидетелей. Почему-то через время около 3 месяцев резко изменилось мнение. Резко посчитали, что они каким-то образом будут препятствовать следствию и могут убежать от него. Вот не убегали 2 с лишним месяца, а тут решили резко убежать. Мы так любим говорить резко. Вы намекаете на давление сверху, да? Я могу только предполагать о том, что какое-то сверху было дано указание в момент Х, в день Х всех врачей определили решение. Спасибо. У нас в студии директор института Шалимова Юрий Поличенко. Здравствуйте, Юрий. Прошу. Поздравляю вас. Обвиняют ваших работников, ваших специалистов, высокого уровня специалистов. Пожалуйста, прокомментируйте. Откровенно говоря, для нас для всех это был большой шок, вся эта история. И вот сейчас я смотрел комментарий Юрия Кучера. Как раз после этого комментария у нас был очень серьезный разговор с нашими коллегами. Мы даже моим приказом сделали группу специальную, которая занималась служебным расследованием. Для того, чтобы понять, насколько обвинения эти были реальны. Понимаете, институт... А в этих обвинениях вы как-то фигурируете? Как свидетель, как руководитель подразделения. Как свидетель, да? То есть для нас был принципиальный вопрос, насколько такое вообще возможно в стенах нашего института и возможно ли в принципе так называемая черная трансплантология. Наши коллеги работали неделю в составе этой комиссии. И после того, как поработала вся эта комиссия в нашем институте, мы вышли на пресс-конференцию и сказали, что по нашим данным такого быть не может. Коллеги продолжали работать, выполняли свои профессиональные обязанности. И вот в октябре месяце случилась для нас, для сотрудников института, для всех, для нашей медицины, случилась трагедия. По сути дела, отдел... Это отразилось на работе института в целом? Безусловно. В негативную сторону, конечно, да? Безусловно. А этот случай, к сожалению, для нас был шоком не только в нашего института, а шоком для хирургов-трансплантологов в Украине. Скажите, пожалуйста, ну, как вы думаете, отчего, и знали ли вы об этом, украинские хирурги уезжают в другие страны, чтобы там проводить операции? Потом возвращаются сюда, как будто ничего не случилось. Ну, смотрите, давайте говорить откровенно. Специалисты такого уровня, о которых мы говорим, они единицы вообще в нашей стране, в постсоветском пространстве. И как нам приятно, институту Шалимова, представлять таких специалистов за рубежом? Естественно, мы проводим так называемые мастер-классы. Мы ездим не только в другие клиники оперировать. Нас приглашают и в Россию, коллеги, и в европейские страны, симпозиумы, конгрессы, так называемый мастер-класс. Почему, скажите, тогда надо проводить эти операции в Азербайджане, в Казахстане? Почему? Ну, смотрите, такие операции проводятся во всем мире. Там, где есть неродственное донорство, они проводятся. И Азербайджан не исключение. Судя по всему, Азербайджан... В Украине запрещено, да? Запрещено, да. Мы говорим только о родственном донорстве. Наши специалисты, как я понимаю, решали вопросы медицинского характера и спасения жизни тех людей, которые не оперировали. Нас, друг, смущает другой аспект. Знали ли наши коллеги, на что они идут? Вот здесь проблема уже этики и морали. А если мы говорим о профессионализме, то таких людей очень мало в стране. Да, я вам скажу искровенно и за рубежом. Спасибо. Что думают наши многоуважаемые эксперты? Есть ли вина врачей? Что делать с законодательной базой? В чем конкретно врачи виноваты? Прошу. Я хотел бы сакцентировать внимание на том, что в принципе законодательство, на которое ссылается, несовершенное, совершенное, касается только одного вопроса, такого презумпция согласия или несогласия донора на дачу почки. При этом я скажу, что в Украине существует презумпция несогласия, презумпция согласия. Расшифруйте, пожалуйста. Попробую расшифровать. Это имеет ли право врач взять у меня орган, если я, первое, несогласие, презумпция несогласия, запретил брать у меня орган при жизни? Или имеет ли право брать врач орган у меня после моей смерти, если я не запретил? То есть презумпция согласия. То есть мы являемся все потенциальными донорами до тех пор, пока мы не написали, да? Да, в Украине мы все являемся, будем являться потенциальными донорами, если мы ставим такое завещание, что мы согласны. Хорошо, в чем повинны конкретно здесь врачи в Украине? Именно это является тем конфликтом, о котором мы, наверное, сегодня говорим. Имел право ли врач брать с разрешения или не с разрешения. В ситуации, которую мы рассматриваем, явно врачи работали с разрешением. Явно. То есть они не получили...